Девушки отдыхают Чем занимаетесь? Ищу работу, по вашей милости Вы преувеличиваете наши возможности Год назад Вы покинули свой пост Как бы протестуя против ареста Двух учителей Двух ваших коллег Почему как бы? Ну извините, я не совсем точно выразился И в тот же день, дорогой Петр Васильевич Вас задержали за участие В антиправительной демонстрации Нет, простите И мы естественно хотели навести вас справ Простите, в колонну демонстрантов Я вам объяснял, попал совершенно случайно Никакой политической партии я не поднадлежу Никакой запрещенной деятельностью я не занимаюсь И прошу оставить меня в покое Ну что вы, Петр Васильевич, ну успокойтесь Мало того, что я лишился за вас работы Вы продолжаете меня преследовать Ходите в мой дом, травмируйте мою жену Успокойтесь, Петр Васильевич Ну инцидент, как говорится, исчерпан Не знаю, не уверен Ну что же Сомнения рассеяны Мы просим оказать нам содействие Простите Но я вам полезным быть не могу Очень жаль Тогда сразу возникают сомнения В искренности ваших слов И о случайном участии в демонстрации И во всем остальном А в чем остальном? А это я скажу вам Только попозже Но я хочу, чтобы вы сами Движимые желания Рассказали все, что вы знаете Нет Видите, независимо от того Испытывая желание Которым вы говорите или нет Все, что я имел сказать Я уже сказал И добавить мне больше нечего И прошу не ставить под сомнение Мою лояльность Только потому, что я не испытываю Страстного желания Заниматься доносительством Вот ведь, как вы все повернули Значит, по-вашему Говорить правду Это доносительство Но мне обидно, Петро Васильевич Мне за вас обидно И за себя обидно Вы же Прекрасно знаете Что ваш коллега Яков Пяткин Сбежал Так что? А вот когда вы с ним В последний раз виделись? Год назад, в июле По-моему Десятого июля Тысяча девятьсот пятнадцатого года А ведь там велись Антиправительственные разговоры При мне не велись Я пришел к Пяткну По поводу работы У него было много людей Приехал его брат Станислав Да СССР Не знаю Воробьев Не губите себя ложью Ваше спасение в правде Вы слышите? В абсолютной правде Мне Трудно говорить А вон перед вами бумага Вот ручка Вот чернила Вы соберитесь С силами И напишите Правду Полную правду До самого, как говорится, дна Ибо только после этого Выяснится столь желанная для вас Лояльность